Сегодня 26-й день поисков пропавших без вести нефтяников госнефтекомпании Азербайджана Сокар. После проведения полного инструктажа к поисковым работам присоединились и родственники пропавших. Для этих целей выделены три вертолета, которые отправились на место трагедии. Платформу месторождения Юнашли и на нефтяные камни, где также пропали несколько человек. Ухудшение погодных условий вновь приводит к трудностям в поиске пропавших. Несколько дней назад одного из пропавших нефтяников удалось обнаружить на границе с Туркменистаном. До этого одного из пропавших нашли на границе Казахстана. Поиски продолжаются. Мы благодарны Министерству по чрезвычайным ситуациям, пограничным войскам, руководству Каспийского морского пароходства. Мы благодарны им за самоотверженность. Они не перестают вести поисковые работы ни на минуту. Со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям к поискам пропавших привлечены вертолеты и корабли. Поиски продолжаются по всему сектору Каспийского моря. В то же время к поискам также привлечены вертолеты и корабли по гранслужбе. Госнефтекомпания Азербайджана «Сокар» предоставила материальную помощь семьям нефтяников. По словам Халика Мамедова, накануне все семьи получили по 15 тысяч монат от государства. Также финансовая помощь была выделена со стороны Государственного нефтяного фонда Азербайджана и профсоюзов. В настоящее время на платформе «Гюнашли» ведутся соответствующие работы. Подготавливаются к восстановлению скважины. К ним проложена дорога. Доставлены соответствующие агрегаты. Возгорание на морской стационарной платформе номер 10 на месторождении «Гюнашли» произошло 4 декабря в результате выхода из строя газовой линии. Неблагоприятные погодные условия создавали проблемы для подхода спасательных кораблей. Удалось спасти 33 человека. На сегодня найдены тела восьмерых нефтяников. Поиски еще 22 человек продолжаются. Также ведутся поиски пропавших сотрудников СОКАР с нефтяных камней.